Строительство бывшего проблемного дома и модернизацию столичного лицея сегодня проинспектировала солидная комиссия. Руководил ею глава республики Михаил Игнатьев. Побывал он и на одном из предприятий города, встретился с жителями и ответил на их вопросы. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Работы ведутся? Обязательно в порядке. На данный момент порядка 100 человек работает. Еще в прошлом году этот дом называли долгостроем. Когда за работу взялись новые подрядчики, ситуация изменилась. Обманутые дольщики должны исправить новоселье уже нынешней зимой. В одном из подъездов проложили коммуникации, отштукатурили стены и даже установили оконные рамы. Но поселиться здесь жильцы пока не могут. К дому необходимо подвезти газ и электричество. Сейчас оформляются документы. Мы в КТ планируем, согласно графику, 30-го числа поставить. 30-го какого месяца? Да. Они комплектуются сейчас и обещают поставить. Но по газу у Маркова под контролем ситуация. Обещают до конца сентября тоже закончить решение по газу. Обманутые дольщики в новом доме получат жилье первыми. Поселиться они должны уже в благоустроенные квартиры. Минимальный набор для их комфорта – газовая печь, сантехника и обои на стенах. Возводят подрядчики и подземную парковку. На этот дом уже появился спрос. Его строительство должно завершиться полностью уже в следующем году. Глава республики потребовал не отставать от этих сроков. На продажу квартиры должно быть. Интересуется. Многие уже что-то купить. По крайней мере, трехкомнатные мы все продали. Оставали буквально одна квартира. Завершить капитальный ремонт 4-го лицея строители успели до первого звонка. Глава региона оценивал работы со знанием дела. Впервые здесь он побывал два года назад. За это время изменилось многое. Заменили кровлю, реконструировали спортивный зал и учебные кабинеты. На ходу Михаил Игнатьев отмечает, что светлее стало даже в коридорах. На помощь преподавателям пришли и современные технологии. Теперь компьютер в каждом классе для них вовсе не предел мечтаний. Проводить уроки им помогают проекторы и мультимедийные доски. В каждом кабинете у нас оборудование появилось. Проекторы, экраны, компьютеры. Практически у каждого школьного методического объединения появились принтеры. Современной техникой не обделена и столовая лицея. Вместо старых и громоздких печей здесь установили новенькие пары конвектоматы. Теперь обеды учеников станут полезнее в разы. Готовить их, возможно, быстрее, чем обычно. И это местные повара уже оценили. Что готовите? Все. Мясо, рыбий, выночку. Все здесь можно. И очень просто. Всего за два года на ремонт лицея номер 4 из бюджета было выделено более 6 миллионов рублей. Такой поддержки ученики заслужили. С каждым годом здесь растет количество медалистов и призеров Олимпиад. Серьезные вопросы ребята даже главе региона задает Неробея. Мы хотели попросить, чтобы у нас еще был один первый класс. В следующем году еще? В следующем году. А что, детей, представь, пожалуйста, детей больше, да, становитесь? Ну, да. Там же первый класс, который, насколько я понимаю, по стандартам, по месту прописки, как бы, обновляетесь? Да, а у нас же нет прописки. У нас лицей по закону образовать, должен учиться только в первую смену. На вопросы жителей Михаил Игнатьев отвечал и в актовом зале Чебоксарского троллейбусного управления. Водители жаловались на состояние дорог и частных извозчиков. Руководитель уповал на то, что предприятие пока работает в убыток. Не хватает специалистов по ремонту и кондукторов. Хотя даже из-за таких проблем управление не теряет свою марку. Коллектив трудолюбивый, знают свое дело и делают свое дело с полной ответственностью. Это очень важно, ибо недоработка каждого отдельного цеха, отдельного производства, она отражается на перевозке пассажиров. Каждый день пассажиров перевозят более 200 троллейбусов. За последние три года в электропарке появилось 35 новых машин. В салонах некоторых даже появился Wi-Fi. Оборудовали их и системой ГЛОНАСС. Но от современных невозможно отличить троллейбусы, которые работают на линиях более 10 лет. Михаил Игнатьев отметил, что за экологически чистым видом транспорта будущее. Модернизация парка управления продолжится и дальше. Андрей Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.